Привет! В этом видео я покажу, как мы можем сделать вот подобный рендер в стиле Microsoft. Я думаю, для многих это будет интересно, для меня это самого интересно, поэтому постепенно я буду разбирать эту тему. И если вам хочется видеть, что еще может получиться в таком же стиле, обязательно подписывайтесь, оценивайте видео и пишите хорошие комментарии. Потому что плохие писать тоже можно, и я не против, но главное, чтобы они были адекватные. Вот, давайте начинать. Скажу сразу, что тут ручного моделирования не будет, и думаю, именно поэтому это должно быть интересно для вас. То есть узнать тот метод, которым это все было сделано. Давайте начинать. Начнем с того, что сделаем plane, заскейлим его, чтобы создать объект, который у нас будет на фоне, который будет нам помогать ориентироваться в целом в пространстве. Сделал я вот тут ввысь больше, просто чтобы у нас был фон, мне пол не нужен, но и пустота внизу тоже не нужна. Нужно, чтобы что-то отражилось. Все, вот это у нас есть. Тут, в принципе, тоже можно вот так вот это двинуть и сюда. Так, затем что мы сделаем? Мы добавим объект Circle. Давайте я ее повыше подниму. Нажму F, чтобы его заполнить. Затем сделаю Inset вовнутрь. Даже давайте, давайте даже вот не Inset. Мне кажется, будет лучше вот так вот сделать. Вид сверху. Вот тут J соединим. И вот тут пополам тоже соединим. А теперь просто возьмем и вот эту часть удалим. Все, теперь у нас получается вот такой вот кусочек. Далее мы добавляем ему зеркало. Где оно? Вот, по разные стороны. Включаем клиппинг, чтобы все это у нас соединялось. Затем давайте брать и вот такие вот полосы, собственно, в сторону делать. Так, получается, что вид сверху, нож, K, X, Enter. Нож, K, X, Enter. И проделываем вот это, пока не нарежем нужные нам кусочки. К, X, нам это надо для того, чтобы в целом вся геометрия была именно состоящая из квадратов. Это будет намного делать лучше по качеству симуляцию одежды. Так, K. Теперь уже, по-моему, Y. Да, Y. И продолжаем. Ой, не то, не то. Так, K, Y. Двигаемся вверх. K, Y. И вот такая вот сеточка у нас в конечном итоге получилась. Смотрим. Все сделано ровненько, поэтому класс. Мы можем смело применять модификатор. Все. Теперь у нас есть то, что надо проверить еще раз на вывернутость. Всегда надо проверять, мне кажется. Это помогает выявлять все проблемы, которые являются нежелательными. Хорошо. Затем я бы хотел накинуть... Ну, модификаторы. Вот насчет модификаторов, наверное, сразу не уверен, потому что модификаторы могут нам нагрузить всю вот эту вот историю. И, наверное, все-таки лучше начать с создания ткани, которую мы настроим, собственно, под все наши нужды. Все объекты мы будем делать в одном объекте. Это не будут раздельные объекты. То есть, ну, они будут раздельные, но они будут находиться в одном объекте. Добавляем close. Все. Мы его добавили. И давайте потихоньку настраивать. Ставим в вертекс массу 1 кг. Тут, в принципе, всю оставляем так, как оно и есть. Затем нам надо бы взять и настроить коллижен. Self-collision поставить. Взять в Fieldweights выключить гравитацию полностью. Потом, потом, потом. Мы возьмем в Object Collision. Здесь изменим значение, там где distance, на 0.2. Так, просто 0.2. Потом, так, self-collision, что нам надо? Десяточку, по-моему, тут поставить надо, насколько я помню. И поставить вот здесь значение 0.0.3. Вот так вот, 0.0.3. Почему-то именно с такими значениями у меня все нормально работало, не возникало никаких проблем. Возможно, я немножко не до конца все здесь понимаю, но, тем не менее, результат из-за этого хуже не становится. Вот так. Ну, собственно, да, у нас же гравитация выключена, она ничего, работать-то и не будет. Что мы должны сделать дальше? Давайте возьмем и будем потихоньку устроить нашу сцену, состоящую из вот таких вот кружочков. Я сразу же добавлю камеру, просто чтобы она уже у нас была. Так, и вот здесь вот опущу. Вот. Давайте потихоньку выстраивать примерную форму того, что у нас должно быть. Наверное, сразу было бы неплохо также изменить размер этого всего дела на 2000, на 2000, думаю, хватит. Где-то вот так. Да. Так. Так, так, так. Тут можно чуть-чуть поближе. И сейчас началась игра с расставлением вот этих вот кружочков. Так, поменьше. Режим редактирования. И давайте потихоньку все это выстраивать, так как вам это будет нравиться. Я выставляю так, как нравится это мне. На самом деле, это достаточно большой рандом в плане того, чтобы добиться какого-то результата без ошибок, без залезания на текстуры. Ну, не на текстуры, точнее, на другие объекты. Вот. Поэтому придется это все еще руками наверняка брать и дорабатывать. Пока что я просто создаю вот такое вот количество объектов. и каким хочу образом, таким и верчу. Так. Давайте вот тут выделим. Чуть-чуть сюда. Затем еще раз продублирую. Поменьше. Немножко в сторону. То есть создаем какую-то такую хаотичность. Тут вот сюда. Скейлим. Вот так вот. Вот так вот. Создаем. Дублируем. В принципе, достаточно такие творческие процессы. Копируем. Можно чуть-чуть поскейлить. Копируем еще раз. Еще скейлим. Затем давайте возьмем вот это. Все дело. Shift-D. Скопируем на вот эту сторону. Так. Вот так вот. Немножечко подальше, думаю, будет хорошо. Вот так. Затем еще раз Shift-D. Скейл. Вот сюда. Еще раз сюда. Скейл. Так. Вот. Как-то вот так. Можно, в принципе, сюда еще посерединке закинуть. Делаем какое-то такое разнообразие. Хорошо. И, наверное, возьмем еще вот эту часть. Нажимая L на точки. Выбираем объекты. И назад на фон закинем, чтобы оно вот там не было пустым. То есть, как-то вот так вот. Вот. И, в принципе, пока что, наверное, этого хватит. Сейчас я посмотрю, хватит ли тут частей этих. Ну, я думаю, хватит. Пока что хватит. Так. Немножко смещу в центр. Ctrl-A. All transforms. С это режим ту же ометри. Так. Вот. Это дело у нас есть. И теперь давайте проверим, работает ли у нас симуляция одежды. Создаю просто UV-сферу. UV-сфера создана. Добавлю ей collision. И теперь iLocation. И, наверное, она просто вот сюда куда-то. i. Ой, не здесь. Давайте уже вот тут вот. iLocation. Давайте проверить. По тег полетели. Работает. Хорошо. Все работает. Проблем нет. 6 move. Чтобы у нас оно просто было. Этот шарик можно было, в принципе, удалить. Так. Тут я, наверное, возьму и вот эту часть немножечко сюда. Ну, еще раз продублирую. Вот так вот. Для плотности. Так, 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 так. Есть. Есть. В принципе, есть. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем те объекты, которые будут нам создавать всю геометрию. Для этого нам нужно сделать определенную заготовку. Делаем куб. Я его в сторону отложу. Изолирую. Уменьшаю. Создаю еще один объект, но уже пустой объект. Так. Empty. Так. Empty. Куб. Да. Copy. Location. Включаем аддон. Так. Аддон, который называется Copy. Copy attributes menu. И так мы потом копируем Location. Уменьшаем примерно до вот таких вот размеров. Сейчас мы будем просто делать небольшую привязку и будем привязывать объекты, которые будут деформировать это все дело. Делаем так. Делаем, делаем UV-сферу. UV-сферу, которую мы где-то вот так вот сюда перемещаем. Можно сделать ее достаточно небольшой. Выделяем сферу. Выделяем куб. Ctrl-P. Object. Есть такая история. И теперь куб. Ctrl-P. Object. Я не совсем помню, почему я пришел именно к такому решению. Но сейчас не буду тратить ваше время. Просто имейте в виду, что мы будем работать именно с Empty объектом. Не совсем, если честно помню, почему я добавил Empty. Может быть, было бы достаточно самого куба. Ну ладно, пусть уже так будет. В принципе, оно времени не заняло много. Я почему-то тогда это сделал. Вот. Наверное, это не лишено смысла. Я надеюсь. То есть, в принципе, можно сферу сделать поменьше. Давайте теперь расставлять объекты наши. Так. Так-так-так. Вот сюда пойдет эта вся история. Мы сейчас будем еще двигать. Вот. Давайте сюда. И я сразу сделаю для вот этих объектов Visibility. Так, поставлю Cycles. Cycles. И Visibility им поставлю. Вот тут все вырублю. Вообще все. То же самое для кубика. Просто такая легкая паранойя, что что-то где-то может появиться. Поэтому все вообще вырубил. Теперь что мы делаем? Что мы делаем? Мы уменьшаем. Слишком большое. В принципе, вот эту историю можно вот так даже уменьшить, чтобы она в целом не была слишком большой. И тут немножко в сторону оттягиваем. Давайте поставим. Вот так вот повернем. Нам в целом нужно понять, примерно на каком кадре мы хотим поймать самый лучший момент. Поэтому мы будем сейчас постепенно создавать форму. Мы делаем. Мы делаем вот так вот. Поворачиваем. Не будем делать слишком резкие какие-то такие деформации. Поэтому расширим это где-то на 100 кадров примерно. Значит, делаем iRotation. Переходим на 120 кадр. Переходим на 120 кадр и поворачиваем, я думаю, примерно вот сюда. Примерно вот сюда. И тоже делаем iRotation. Но только вот я вижу, что на самом деле достаточно далеко. Вот там в глубь заходит этот шарик. Поэтому надо, чтобы он буквально только краешком задевал вот эту всю историю. Давайте посмотрим, как оно будет деформировать нам объект. Так. А, да, Collision. Точно, Collision. Collision. И я бы чуть-чуть его увеличил, потому что он там еле-еле касается. Так, Collision. Все. Давайте смотреть. Пауза. Переходим сюда. Видим, в принципе, у нас есть определенные деформации. Но они не то, чтобы были сильно красивыми. Мне, наверное, не сильно нравятся. Может быть, я бы хотел, чтобы это происходило побыстрее. А ну-ка. Будет ли от этого другой результат немножко. В принципе, думаю, да. Думаю, неплохо. То есть я ловлю себя на мысли, что примерный кадр, который мне нравится, он находится где-то 80-90. Вот в этом промежутке. То есть мы будем все отталкивать от этого. Затем дублируем. Дублируем. Поворот анимации. Это все сохраняется. Нам осталось лишь это все нормально развернуть. Так. Нормально развернуть. Секундочку. Оп. Ага. 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 Так. Все. Я, по-моему, вспомнил. Я вспомнил, зачем я это сделал. Зачем я этот кубик сделал. Просто потому, чтобы потом можно было свободно перемещать и не создавать заново новые ключи. Поэтому вот этот вот поворот, он должен быть в... Должен быть у самого кубика именно, а не у нашего empty объекта. Поэтому давайте мы это и сделаем на самом деле. Так. Мы это и сделаем. Я верну первоначальное... Так, где оно? Вот. Верну первоначальное значение сюда к повороту и возьму кубик и создам именно вот эти вот вещи. Вещи. Поэтому I Rotation и сотый кадр куда-то вот сюда. Пусть... Пусть оно заходит. Может даже вот сюда дальше. Чтобы там тоже немножко задевал. I Rotation. Вот. И в конечном итоге мы имеем примерно такую же, да, анимацию. Да. Имеем такую же. Вот. И теперь... И теперь мы уже можем взять это все выделить. Shift-D скопировать. И теперь у нас не должно быть никаких проблем с поворотами. То есть мы видим... Так, давайте. Оп. Оп. Мы видим то, что оно все. Все. Все есть. Ничего не багается. Так. Тут мы будем сейчас расставлять, чтобы оно задевало, я думаю, что вот этот верхний уголок и задние объекты немножко. Поэтому давайте смотреть, вот где, в каком положении оно это делает. Хорошо. Верх оно задело, в принципе, вот здесь. Но вот то, что там сзади, как-то слабовато. Поэтому я подвигаю немножко этот объект и поверну его. Наверное, даже примерно в то же самое положение поставлю. Так. Что оно делает? Вот плохо то, что оно здесь не задевает. Но при этом оно задевает здесь, но как-то очень сильно. Поэтому я верну назад. Сюда вниз. Шарик немножко побольше. Смотрим. Тут задевает. Тут задевает. Смотрю примерно на тот кадр, который меня привлекает. 80-90. Ну и где-то оно есть, конечно, но шарик все еще маленький. Надо, чтобы оно полностью все задевало. Пробуем еще раз. Еще чуть-чуть больше шарик. Он не совсем все задевает. Так. Опять не все. Да что ж такое? Еще больше шарик, что ли? Вот. Теперь все вот эти три штуки задело. Но оно немножко сильно теперь вот тут его продавливает. Надо его уменьшать. Надо его уменьшать. И проще будет тогда сделать вот так вот. Вот L выделяем. И вот сюда закидываем вот эту штуку. Давайте теперь вот так смотреть. Все. Оно его тут деформирует. Деформирует. И где-то на 80-м кадре. Но оно его сильно продавливает. Как будто бы вовнутрь. Давайте немножко медленнее. Пусть оно крутится. Давайте на 130. Так. Ну туда. Тут в принципе это вот повозиться надо с этим немножко. Чтобы найти тот симпатичный кадр, который нам понравится. Мне не нравится то, что оно прямо на самом деле на него падает. Я бы вот так сделал. Может быть получше. Сильно. 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 Уменьшаем. Проверяем. Хорошо. Это задело. Сзади. Тоже немножко задело. Только надо бы сделать, наверное, вот так вот его. Оно там как-то далеко слишком спрятано. Я возьму и вот так LL заскейлю и вот так вот сюда закину. Может быть даже еще один швд скопирую и добавлю еще один объект. Смотрю, что получается. В принципе, вот на вот этом кадре, я думаю, будет нормально. Думаю, будет нормально. Если что, потом еще поправим. Поэтому давайте двигаться дальше. Просто не будем застывать на одном моменте. Теперь. Так, теперь, теперь было бы неплохо взять, скопировать и вот сюда закинуть. Так. Нам нужно вот этот вот уголок подбить. Нам надо его подбить. И давайте к 130-му кадру, к финальному передвинемся. И где-то вот сюда, к этому месту передвинем шарик. Смотрим. Нам надо, чтобы вот этот вот уголочек, он тут вот деформировался. Но вот тут вы видите, что оно уже не задевает. Это плохо на самом деле. Пока что сложно найти подходящий, так, подходящий ракурс. Давайте, давайте поплотнее. Так, вот сюда. Так, что ж такое? Уже совсем сбил вот эти координаты. Она крутится куда хочет. Смотрим. Так, ну вот тут оно его поднимает, но оно его не задевает. Вот буквально, буквально одну штучку не задевает, которую хотелось бы, чтобы задел. Давайте, может, вот здесь. Ну, по идее, должен задеть. Должен задеть. Есть такое дело. Оп, задело. Но оно его сильно назад толкнуло. То есть где-то на 80-м кадре вообще это должно у нас сейчас быть. Но оно немного не то, что нам нужно. Давайте сюда назад. Выделим куб. Не 130-й, пусть будет 100-й. Пусть чуть-чуть побыстрее будет. Смотрим на результат. Который нас будет устраивать. Примерно найти хотя бы что-то симпатичное. Что-то симпатичное. Но вот пока что... Пока что не очень мне это нравится. Может быть, стоит сделать вот так вот. Давайте. Будем тоже буквально по краю проходиться. Буквально по краючку. Чуть-чуть задело, задело, задело. А, чуть-чуть не долетело сюда. Так, хорошо. Финальный кадр 100-й. Давайте где-то вот тут. Смотрим. Ну да, в общем, вам тоже придется повозиться с нужным положением. Так, ну вот видите, я вот сделал так, что оно вообще его... Вот тут, в принципе, нормально поднимает, но оно не проходит там, где надо. Тут прям, скажем так, полнейший, что ли, рандом на глаз того, что у вас может получиться. Так, ну в принципе, кстати, как по мне, даже какой-то 130-й кадр будет неплохим, наверное, да? А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так. Вот тут оно его подталкивает. А что, если оно его будет немножко... Немножко из центра выталкивать? Так. Немножечко из центра. Будет ли оно симпатичнее, мне вот интересно. Или нет? Ну, получается интересные такие моменты, но... Но надо бы взять и сделать вот такую манипуляцию. Так, по Y, да? Нет, по X. По X. Чуть-чуть подальше его закинуть. Может быть, так он по кровичку пройдется и будет прям симпатично. Оп. Что-то интересное, что-то интересное. Какие-то интересные такие вот слои. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Сюда немного. А ну-ка. В принципе, вы можете промотать эту часть, поэтому я думаю, что вам не обязательно прям полностью ей следовать. Тут просто вопрос того, насколько вы за мной повторяете и делаете ли вы, возможно, что-то свое. Так, ну, в принципе, хотелось бы, наверное, двигаться с этим. Плюс-минус. Давайте пока что будем двигаться с этим, потому что тут вот эта вот игра с вот этими крутилками, она достаточно много времени отнимает. Может быть, я увеличу, например, вот этот вот шарик или наоборот уменьшу. Вот давайте уменьшу. Уменьшу и поставлю какой-то 150 кадр, чтобы еще медленнее. Чтобы не было прям какой-то резкий такой подъем. И будем тогда уже ориентироваться на какой-то 120 кадр. Плюс-минус. Вот оно, конечно, его еле-еле задевает. Но вроде как... Ну да, смотрите, деформации стали, как по мне, поинтереснее. Вот этот шарик я бы чуть-чуть буквально увеличил. Так, и да, надо сейчас подобавлять немножко больше модификаторов, потому что нам нужна геометрия, собственно, немножко покрасивее. И поэтому нам сейчас надо будет добавить Solidify, что-то сглаживающее. Вот поэтому Solidify. Так. Ой, не сюда, не сюда, не на шарик. Куда, какой шарик. Solidify. Вверх. Потом давайте по толщине. Что по толщине? Пока пусть будет такая. Bevel. В Bevel я одной итерации, думаю, хватит. Только вот здесь вот. Вот сюда, наверное. Так, а ну-ка. Да, вот, автосмув поставьте, пожалуйста, потому что будут у вас потом проблемы определенные. Close. И в конце с Updivision это все закроем с двумя итерациями. С двумя итерациями. Так, а что у нас тут? Мы хотим, наверное, край сделать немножко не таким острым. Давайте Shift-ом. Ой, так даже и не получается, да? Не получается, но прям там какие-то минимальные значения. Так, 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 так. Так, Shift-ом. Ну, все равно не удается их поймать. Это наверняка Solidify надо немножко что-ли увеличивать. Немного буквально. Может быть две итерации. И теперь вниз. Ну, и в принципе, да, вот. Ой, где она пропала? Нам нужен просто угол чуть-чуть поострее. Да. Ну, и теперь понятное дело, что... Вот, кстати, это те проблемы, о которых я говорил. То, что вот уже что-то такое интересное возникает на самом деле. И сейчас надо просто разобраться, что создает эти проблемы. Но вот, видимо, Bevel, если убрать вторую итерацию, оно терпимо. Возможно, это из-за Self-Collision. Но сложно сказать. Пока что я поставил Bevel поменьше. Поэтому, если у вас что-то подобное будет, то у вас наверняка оно будет. Поиграйтесь там с модификаторами, с Subdivision. Subdivision даже поставлен на один. Зачем мне два? Должно сейчас хотя бы быстрее работать немножко. Так, ну... Да, оно тормозит, очевидно. Очевидно, тормозит. Хорошо. Так, на рендер тоже поставлю одну итерацию. Затем... Затем, что нужно сделать? Я бы тут добавил 60. Просто, чтобы оно не делало каких-то внезапных острых углов. И теперь нам нужно забейкать эту анимацию. Переходим на нулевой кадр. Берем наш объект. Переходим в Cloth. И... И... В кэше... В кэше мы бейкаем примерно до 130-го кадра. Давайте нажмем Bake All Dynamics. Итак, я пропустил этот момент. Там, в принципе, показывать нечего было. Значит, когда мы это нажали... Кстати, не забываем сохраняться. Теперь у нас нет никаких лагов. Теперь у нас все как надо. Потому что уже вся анимация, она запечена. Смотрим, что у нас получается. И в конечном итоге... Вот, оно дошло до 130-го кадра. В принципе, можем от него и отталкиваться. Тут такой вот легкий хаос появился, но он нам и нужен. Но, опять же-таки, сейчас я не полностью повторяю прям ту геометрию, которая у меня была. Потому что сложно повторить то, что симулируется. Вот. Поэтому давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Возможно, я пересимулирую. То есть, может, я найду какую-то другую форму. Но пока что я хотел бы взять и расставить освещение хотя бы базовое. Cycles, GPU. И давайте включим, посмотрим, что у нас есть. Пока что у нас нет ничего. Я добавляю HDRI-карту. Environment. Open. HDRI. И возьму K-Wall 4K. Качаю это все на HDRI Heaven. Выбираю 0.3 силу. Потому что основным источником у нас будет солнце. С солнцем мы добавляем. И ищем нормальный угол. Ищем нормальный угол. Поставим сюда angle 40. Силу 6000. Сила 6000. И ищем какой-то приятный угол. Именно по теням. По теням. По освещению. Опять же таки, начинается очередная игра. Со всевозможными инструментами Blender. Хорошо. Я поставлю, наверное, High Contrast. Нет, Medium High Contrast. Нет, Medium High Contrast. И начинаю искать. Начинаю искать. Так. В принципе. Так, ну как-то слишком черные тени. Может быть, что-то вот такое. Давайте пока оставим что-то вот такое. Тут поставлю 60. Цвет я выберу такой синеватый. Вот такой вот синеватый цвет я сюда выберу. Так. Где-то... Ну, где-то вот такой вот. Да. Я думаю, пока что будет классно двигаться с этим цветом. Затем. 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 Я, наверное, все-таки хотел бы перебейкать. Потому что мне не нравится вот этот вот угол. Давайте я покажу, как это сделать. Мы возвращаемся обратно. Cache. Delayed all bakes. Мы удаляем все это. И давайте перепечем, чтобы получить результат немножко получше. Хотелось бы, чтобы тут оно все поднималось. Поэтому все. Полетели и... Так-так-так-так-так. Стоп-стоп-стоп-стоп. А. Да. Я думаю, куда оно пропало. Поэтому бейкаю все заново. Итак, что я получил в конечном итоге? На самом деле, я провозился еще с дополнительными расстановками еще минут 10. То есть, я просто крутил туда-сюда, его вертел. Пытался добиться максимально какого-то красивого, симпатичного результата. Что у меня получилось в конечном итоге? Получилась вот такая вот симуляция. Я немножко ускорил эти все движения. Просто ключевой кадр ближе сместил. Ну, и получилось примерно что-то такое. Думаю, оно достаточно симпатичное, чтобы с ним двигаться дальше. Поэтому, собственно, давайте так и будем делать. То есть, я выберу где-то какой-то себе кадр. Ну, например... Думаю, 90. 90-го пока что хватит. Так, вот тут только мне не нравится вот это. Но это, скорее всего, из-за нормальной, да? Надо поставить 60. Да. Вот, и оно сгладилось. Поэтому, если у вас такое будет, то имейте это в виду. Так, и вот... Итого, у нас есть вот такая вот абстрактная сцена. Вы можете еще подобавлять шарики, которые будут расталкивать это все. Но пока что я оставил это вот так вот. Далее нам надо сделать текстуры для этого всего добра. Давайте сделаем mix shader. Сейчас добавим... Ой, мы делаем, по-моему, для фона. Нет, не для фона, да? Вот. Так, mix shader. Transparent bsdf. Так. Hue saturation value. И подключаю color к color. Потом сюда к color. Затем вот тут чуть-чуть сюда. Чтобы оно не было прям совсем прозрачным. Теперь roughness на 0.1. Transmission мы выкручиваем на максимум. Transmission roughness на 0.1 тоже. Вот. Но, тем не менее, у нас вот есть немножко неприятных мест на самом деле. В целом, вы можете применить вот эту всю симуляцию. Я думаю, что ее можно взять и... Ну, просто все вот это дело применить, чтобы как-то вручную дорабатывать, если вам, собственно, захочется это делать. Может быть, даже возьмете, покрутите вот так вот, найдете какие-то ракурсы более симпатичные. Так. Ну, пока что... Давайте я посмотрю вот с этой стороны. Не, ну не то, что был бы какой-то ракурс прям намного симпатичнее, чем то, что уже было. Меня просто немножко смущает эта тень. Она появляется из-за того, что слишком много вещей находится в одном месте. Поэтому вы можете просто в режим редактирования зайти и вот попередвигать буквально. Если вам вот настолько посчастливилось, как мне, что оно все прям вот так вот впритык получилось, то можете просто его вручную поотодвигать. В принципе, это не займет у вас много времени. То есть, как-то вот так, вот так. Можно, в принципе, даже особо не стараться, потому что все равно там оно будет плохо проглядываться. Так, давайте посмотрим. Он все равно темновато так получилось, но давайте двигаться дальше. Так, color у меня... Так, тут подключено. А сейчас мы будем это все дополнительно редактировать, чтобы пытаться... Чтобы избавиться от вот этой вот темноты. Ну, собственно, вот. Я value уже чуть-чуть выкрутил, и оно уже стало таким. А сейчас мы еще добавим дополнительные источники спета, и оно вообще будет супер. Можно еще вот transparent подкрутить, и оно будет получше. Так, value, наверное, тогда немножко вниз. Так, вот вниз. Я думаю, где-то что-то такое, но... И вот так вот докручу у себя. Вот. Затем, что мы делаем? В принципе, вы можете еще с rafters поиграться, добавить какие-то дополнительные штуки. Так. Так, так, так. А ну-ка. Может быть... Может быть, немножко вот так вот оставлю. Затем достаточно интересная часть у нас начинается. Мы, конечно, первоначально, наверное, еще стоит... Так вот. Добавить какого-то цвета сюда. Какого-то базового, да? То есть, чтобы там все тени у нас были, например, чуть-чуть синеватые. Ну, вот я и возьму какой-то такой вот синий цвет за основу. Вот я его возьму. И теперь вот эти черные тени, они уже не черные как бы. И нам осталось добавить цвета, чтобы все это выглядело красиво. Что я делаю? Создаю куб. Ой, куб. Создаю круг. Вот такой вот. Делаю ему новый материал. Этому материалу... Так, где оно? Почему-то немножко подтормаживает. Ну, давайте вот сюда перейдем. Немножечко подтормаживает у меня. Не пойму, в чем дело. Может, у меня анимация выключена? У меня вроде не было. Ладно. Градиент текстуру. Затем color ramp. Подключаем color к factor. И здесь color к base color. И затем к emission. Подключили. Emission можно там на 10. На 10 вот. И затем давайте выбирать... Выбирать какой-то цвет. Потому что мы будем делать это именно таким образом. Не знаю, почему-то у меня Blender начал тормозить. Но непонятно, почему это происходит. Ну, ладно. Давайте выбирать цвета. Я хочу добавить определенно какого-то красного. И вот сюда закину оранжевого. Вот такого вот. Пока что это смотрится вот так вот. Но меня это не устраивает. Давайте силу 3000. Чуть-чуть поближе пододвинем. И тут давайте еще более красным. Наверное, все-таки силу надо увеличить. Примерно вот так вот. И здесь в этой вкладке в visibility мы выключаем просто видимость на камеру. Все, мы это сделали. И теперь давайте подбирать нужные какие-то красивые места, которые будут у нас это все подсвечивать. Просто дублируем. В принципе, то, что она залазит немножко, это ничего страшного. Тут, наверное, вот так продублирую. Продублирую сюда. И тут бы я хотел взять его более красным. Поэтому просто дублирую материал. Делаю темнее. Перетаскиваю сюда ползунок. Так, и еще что-то красивее. Может быть, если розовым попробовать. Может быть, розовый будет красивый. Да. Так, стоп-стоп-стоп. Куда ты пропал? Так. Тут можно, в принципе, силу тогда увеличить, чтобы оно не было прям таким насыщенным, а чуть-чуть посветлее. А ну-ка, может, или голубым. В общем, ищем цвета. Сейчас мы занимаемся поиском цветов. Давайте что-то вот такое. Тут, в принципе, оттащим. И вот здесь, вот таким вот, пусть оно будет, найду для него какое-то достойное место. Можно его засовывать поглубже в эту всю композицию, в принципе. Так. Может быть, цвет получше. Тут какой-то слишком темный я выбрал. Хочу вот конкретно поработать с этой областью. Она меня немножко смущает. Так. Крутим, крутим, крутим. И выбираем тут какой-то подходящий цвет. Ну, например, вот этот. Как по мне, обалденно смотрится. Действительно красиво. Потом, что вот здесь. Можно его сюда продублировать. И попробовать добавить. Но, наверное, подальше и силу уменьшим до пяти. Ой, только продублируем. Да, не забываем дублировать. Не забываем дублировать цвета. Затем, что мы здесь делаем? Мы вот тут, наверное... Так, 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 так. Может быть, добавим Transmission Roughness. Давайте посмотрим на 0.2. Ну, в принципе, можно. Но, как будто бы 0.1 тоже симпатично. Так. Вот это он. Ну, как будто далеко. Так. Смотрим. Может быть, я возьму какой-то еще красноватый цвет. Что-то вот такое, да? Продублирую. И закину вот сюда, но крутану немножко, чтобы получить другой оттенок вот здесь вот. Так. Так, так, так. А ну-ка, может, сюда синий? Ну, тут я сейчас цвет не буду уже дублировать. В принципе, она и так симпатична. Если вот такой вот синий или вот подобный. Ну, как по мне, симпатично. То есть, по цветам, опять же-таки, тут такой момент, что его просто нет какой-то формулы, чтобы взять все и подобрать сразу все нужные цвета, все то, что надо, скажем тогда. Вот. Давайте чуть-чуть поближе. Можно добавить глубину кадра. Глубину кадра. Перейду в материал превью. Мне кажется, так будет удобнее. Сразу f-stop на 0. И буду уже крутить, смотреть, что получается. А ну-ка, хорошо. Давайте вот так вот. Например, да. Можно еще, к слову, взять, поделать area light. Так, ну, тут, по-моему, сильно, кстати, оно размывает. Давайте на 0, 0, 5. Поделать area light можно, чтобы подобавлять какие-то вот акценты, именно белые блики, да. Чтобы были какие-то перетекания, что ли. То, что... Мы видели, что эта геометрия, она разнообразная. Ну, опять же таки, выбираем по своему вкусу. Например, я оставлю вот так вот и продублирую вот сюда. Может быть, с этого что-то выйдет. Хотя, ну, не сказать, что именно в этом месте она смотрится хорошо. Может быть, еще изменить ему цвет. Например, ой, не sun, а area, да. Изменить на какой-то синий. Сюда же докинуть. Ну, то есть, да, я думаю, вот пока что вот так вот хватит. Сейчас бы я бы лучше поработал над фоном и, может быть, дал бы ему немножко поприятнее оттенок. Что-то наподобие этого. И еще, и еще. А если value чуть-чуть подкрутить? Оп. Нет, не буду value именно крутить. Давайте. Так, transparent тоже сильно крутить опасно достаточно. В принципе... Так, какие у нас там штуки есть на фоне. Ну, тут, по-моему, было симпатично только что. Ну, ладно, не буду уже, скажем так, прям полностью наседать вот именно с количеством разных цветов. В кривых немножко подкручу их где-то вот так вот. Может быть, может быть, имеет смысл сделать point light 1. Ой. Ой-ой-ой, где оно? Пропадает. и накинуть на фон именно вот этого темного пятна. Потому что, опять же, как я сказал, мне повезло с тем, что оно симулировалось именно таким образом, и у меня есть небольшое темное пятно. Его, в принципе, можно подсветить каким-то point light на фоне. Вот, я думаю, вот таким вот. Оно даже таким разнообразным стало, поэтому класс. Хорошо. В принципе, в рендере выставляем какое-то количество сэмплов. Сильно маленькое не ставьте, потому что потом будет все замазанное. И давайте я возьму сейчас это все отрендерю и включу еще раз видео, чтобы показать, что получилось в конечном итоге. Нажимаю рендер и ставлю на паузу. Итого, вот наш результат. Как по мне, смотрится очень приятно, очень симпатично. По цветам как-то так неожиданно классно вышло. Вот это сочетание зеленого с красно-оранжевым, с синим, вот эти синие перетекания. Мне кажется, получилось супер. Но, в любом случае, я показал вам все инструменты, все способы, которым я это делал. Дальше вы вольны полностью экспериментировать с этим. Например, можете сделать что-то потолще. Можете добавить больше, ну, то есть, больше сабдивижена и, очевидно, у вас будет больше деталей вот на этих всех вещах. Но аккуратнее. Опять же-таки, это достаточно ресурсоемкий процесс. Вот. Ну, как минимум, можно добавить еще одну итерацию сабдивижена, чтобы тут не было прям вот таких вот рубленных краев. Да. И в конечном итоге мы получаем прям такую суперскую иллюстрацию, с которой можно куда-то дальше идти, то есть, как-то с ней работать, делать разные симуляции. Я думаю, в принципе, я дал вам большое поле для размышлений и экспериментов. Вот. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще больше, еще лучше. То есть, я буду рассматривать большинство вещей, которые делает Microsoft и именно буду делать это в Блендере, потому что то, что делает Microsoft, это Cinema. То есть, это Cinema. Cinema нам неинтересна. Мы делаем все в Блендере, поэтому, если вы хотите это все дальше развивать в самом Блендере, вы можете поддерживать таких авторов, как я. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. Всем пока.